коллеги всем привет еще раз прям огромный привет рада всех видеть те кто нашли возможность прийти время не совсем стандартный для вебинаров по крайней мере однако руслан тебе вот отдельный большой привет и спасибо с тобой давно давно знакомы в коучинговом пути ты сказала фразу сегодня нас гостях это сказать знаешь я дома я не в гостях я прям думает абсолютно точно и те кто из присутствующих присоединяться к нам к нам я имею ввиду коучинговому сообществу те кто уже с нами коллеги вот очень очень искренне вам желаю когда-то попасть в такую же ситуацию такую же хорошую когда вы перейдете когда вы будете делиться каким-то своим мировоззрением каким-то своим взглядом на ситуацию с другими товарищами так сказать по цеху и при этом абсолютно будете чувствовать себя дома не в гостях мне кажется это важно такая история поэтому давайте еще раз сверим наш так сказать часы всем ли видно все ли слышно мы вообще буду рада очень если вы коротко поздоровайтесь потому что первично вижу знакомые именно возможно есть кто-то из вас кто еще не в коучинге кто рассматривает для себя эту возможность возможно наоборот уже как я люблю говорить опытные бойцы и вполне в теме давайте немножечко познакомимся в плане того какое отношение на сейчас как вы соотносите себя с коучингом буду очень признательна если вы точно знаете что я знаю вас можно просто каким-то образом себя идентифицировать чтобы я могла с вами тоже поздороваться и понимать кто у нас здесь сейчас на чем в большей степени делать акцент время выделенное на вебинар у нас было запланировано как полтора часа поэтому во многом это зависит и от вас я бы с удовольствием оставила время еще на то чтобы ответить на вопросы если не возникнут поэтому общение чтобы могло быть привет коллеги все знакомые лица пока что здравствуйте здравствуйте всем всем кто смог присоединиться возможно еще будут присоединяться к нам по ходу событий наши друзья здравствуйте уважаемые потихонечку я буду начинать наш вебинар и так эффект бабочки в становлении в профессии коротко о себе хотя знаете здесь так мне все время шутить почему-то хочется последнее время об этом коротко о себе всякое бывало и в коучинге в том числе пока что те люди которых вижу я это абсолютно все те кого я знаю тем более приятно здравствуйте здравствуйте коллеги но и все же лидия ради чешпаковская зовут меня давайте я напомню квалификационный уровень профессионально сертифицированный коуч по версии международной федерации коучинга с 2015 года в 2018 году я подтвердила свой квалификационный уровень как вы знаете в сев каждые три года требуется такого рода подтверждения ну и соответственно на сегодняшний день также являюсь ментором и сев я нлп мастер сертифицированный бизнес-тренер ну и знаете как интересно почему собственно эти регалии здесь если говорить о квалификационных украинское слово хорошее сдобутях над бонях за последние годы их конечно гораздо больше но вот эти те позиции которые я считаю ключевым с точки зрения того о чем я буду сегодня говорить и они прям все имеют значение если мы говорим о позиции первой профессионально сертифицированный коуч это как раз таки про то сколько времени этот занял путь какие ошибки на этом пути были допущены не ошибки что было верно что позволяло двигаться ну собственно как на этом пути эффект бабочки проявлялся для меня взмах тех самых крыльев и как уже на сейчас в рамках айси благодаря тому что изменились некоторые позиции с точки зрения процедуры нужно действовать по-другому важно действовать по-другому если мы говорим про меня как члене международной федерации коучинга но здесь как раз таки наверное про мою приверженность профессионализму с точки зрения опять же не всегда это было так осознанно когда-то я двинулась в эсф просто потому что ну кто-то сказал что так надо и лишь спустя несколько лет я поняла действительно глубину этой позиции как она важно если мы говорим о ментора опять же это квалификация которая позволяет двигаться дальше поизуме мастера здесь большей степени гораздо о том как должно выстраиваться и обучение и процесс собственной подготовки и процесс создания вот прям не побоюсь этого слова собственной поддерживающей среды на этом пути об этом тоже сегодня будем много говорить и про бизнес-тренера туда же про то как обучаться как обретать навыки взрослому человеку помимо прочего если кто-то вдруг не знает компания мастера трансформации который на сегодняшний день является одним из провайдеров в украине аккредитованного обучения коучингу эта компания которую когда-то я себе намечтала придумала на сегодняшний день она собственно в рядах тех кто помогает коучем обрести профессию и найти наверное свое любимое дело вот таким вот образом это если говорить про меня было бы также здорово коллеги если бы и вы представили с точки зрения того а вы в коучинге или по отношению коучингу как и кто опять же почему в каком разрезе есть час вас об этом спрашиваю с точки зрения в первую очередь того являетесь ли вы начинающим специалистом или вы определяетесь для вас ли этот путь возможно вы уже в этом пути достигли многих успехов и тогда это тоже будет один из аспектов как сегодняшний вебинар может помочь вам поэтому буду благодарна если вы очень коротко и тезисно напишите о том как вы себя соотносите с коучинговой профессии и в первую очередь не простите пожалуйста все опытные коллеги но в первую очередь меня интересует очень если среди нас сейчас тем кто для себя действительно определяется стоит ли туда идти или возможно а стоит ли продолжать дальше этот путь и если да то как его продолжать вот эти моменты которые очень важны для меня здравствуйте и спасибо тем кто откликается итак темы которые мы сегодня рассмотрим они были заявлены в мероприятии но коротко я их повторю тема первая мне кажется она очень большая и она является таким знаете краеугольным камнем который влияет очень сильно влияет на том насколько нам хватает сил и ресурсов того что мы называем психологическим бензином для того чтобы продолжать этот путь а я повторюсь в коучинге это действительно путь это не маленькая узкая дорожка это не тонкая стезя это большой широкий путь который требует ресурсов для того чтобы его проходить будем говорить об этом как наши внутренние намерения и внешние заявления то что мы транслируем вовне как это влияет собственно на наш успех или не успех данное мероприятие если мы говорим про личности это второй такой блок который на мой взгляд опять же они все между собой взаимосвязаны те кто знают меня в этом плане я достаточно структурный человек и вот здесь как раз так если мы говорим про личность получатом мы будем говорить о том как влияет личность причем-то это концептуальная такая позиция как личность влияет на прохождение этого пути на успех на этом пути мы здесь опять же будем детально говорить с разных сторон рассматривать ну и конечно же будем говорить еще и о профессии коучинга как о непаханной целине в каждом из этих вопросов есть знаете как светлые темные стороны которые я собираюсь озвучить в каждом из этих вопросов есть очень сильные моменты на которые мы можем опираться есть моменты которые являются такое распространенное мнение подводными камнями ну и конечно же я очень рассчитываю на то это время станет действительно полезным с точки зрения того где найти ресурсы если они нужны с точки зрения того на что обратить внимание для того чтобы двигаться очень качественно в этой истории вот таким вот образом поэтому коллеги если вдруг если вдруг у вас был такой ну некий внутренний контракт то что мы называем в коучинге соглашение с собой или некие ожидания этого вебинара я надеюсь что вы все-таки читали тему и сейчас я про нее рассказала было бы очень здорово чтобы сейчас этот контракт возможно с собой обновили я коротко рассказала про то что в нем будет знаете как всегда же интересно как развернуться события и когда есть вот это внутреннее соглашение чтобы вы хотели получить для себя на сегодняшнем вебинаре ответ на какой вопрос возможно вы хотели бы для себя получить ну и тогда с большей вероятностью вы сможете действительно продвинуться в решении этого вопроса есть другой вариант и другой подход когда вы можете просто довериться себе довериться пространству и что-то да случится я не создавала с вами базовых договоренностей как мы это делаем обычно в своих вебинарах мастерах трансформации ну давайте наверное все таки договоримся хотя я уверена более чем что вы очень опытные бойцы в данном случае итак плюсики минусики это быстрая обратная связь расширенные ответы если вы считаете это нужным более того у вас у всех есть возможность включить камеры включить микрофон и с одной стороны присматривать если вдруг кого-то он включился ваши микрофоны были включены но точно тогда когда вы готовы говорить это будет здорово если мы сможем пойти в диалог я например очень ленивая в этом плане поэтому у вас точно также есть такая замечательная и всем привет кто появляется опять же вы абсолютно спокойно можете включить камеры если вы хотите быть лицами это всегда для меня лично приятнее интереснее и коллеги еще один маленький момент который вам предлагаю давайте поговорим о том если вдруг у нас с вами в совместном поле каким-то образом рождаются важные мысли действительно для вас важны по тем или иным причинам мы это называем как правило пазликом пазликс нашелся нужный что-то вы услышали для себя каким-то образом ваши мысли схлопнулись и картинка стало более ясно в эти моменты можно ставить много восклицательных знаков и пояснять для себя это то что называемым сайтом до мысли важное случилось именно в таких моментах когда фиксируются подобные мысли собственно с нашими нейронными связями происходит то что называем маленькими чудесами вот таким вот образом такие договоренности если они принимаются прошу вас поставить плюсик и будем двигаться прямо уже собственно в тему вебинара так как время идет спасибо огромное вам я прочла все что вы написали очень рада тому что пишите те кто начинающие думают о том вашей линии наши и то когда есть люди уже в профессии думающие о том что будет дальше спасибо вам за отклик ну что же коллеги давайте двигаться еще один момент который мы в рамках сегодняшних тем рассмотрим важно как мне кажется давайте в каждом аспекте что я предлагаю вам для себя акцентировать внимание на два важных вопроса что важно учитывать выбирай этот путь у нас есть три темы еще раз внутренняя правда виси внешние заявления личность и профессия коуч как напаха нацелена что важно учитывать выбирая этот путь если мы выбираем и что предваряет успех становления в профессии то есть соответственно на какие важный момент нужно обратить внимание для того чтобы с большей гарантией с большей вероятностью добиться здесь успеха именно в каждом из этих вопросов вот это такие фокусы внимания которые предлагаю вам я и так сегодняшний ну прям уже знаете вот концепт вебинара я хотела бы начать с того чтобы рассказать вам а почему собственный эффект бабочки то коллеги кто знаком с этим эффектом ну во первых многие его знают по в свое время очень известному так вы знаете фильму эффект бабочки когда маленькое решение точечное меняла глобальное развитие сценариев все знакомы да если кто-то вдруг не знаком поставьте пожалуйста и на чтобы я тоже понимала существуют разные концепции но в естественных науках про эффект бабочки говорят как о свойстве некоторых хаотичных систем когда даже очень маленькое точечное влияние точечные усилия в определенном месте может оказать совершенно непредсказуемый эффект в том числе совершенно в другом месте то есть разворот сценариев может быть кардинально при этом и вот эта концепция вебинара оказалась она может быть для многих в моем исполнении достаточно ну скажем так как минимум двузначный причем потому что я на протяжении нескольких лет говорю о том что коучинг это физика и математика я отношу коучинговое поле аспекту точных профессий потому что здесь можно очень точно выверить результаты потому что здесь можно предсказать очень многие вещи спрогнозировать могут быть разные варианты сценариев но чем больше у нас есть профессиональные основы тем больше мы можем быть достаточно в поле точных прогнозов да это вариативность она может быть достаточно широкой но это некий предсказуемый сценарий с большой вероятностью и это одна сторона медали другая сторона медали но как же тогда это может быть про эффект бабочки коллеги я рассматриваю профессию оуча как систему с хаотичными свойствами если вы знакомы с термином что такое хаотичная система это вы понимаете про что я говорю если нет я коротко очень расскажу что такое хаотичная система психологию очень долго относили вообще в принципе к псевдонавыкам очень долгое время на сегодняшний день не относится уже по-другому но при этом в психологии есть огромное количество составляющих компонентов которые дают такое количество вариантов развития событий что 2 плюс 2 равно 4 в коучинге не работает поэтому здесь свойства хаотичной системы как раз таки приводит к тому что мы можем абсолютно не уметь предсказывать развитие событий и это крайне важно в концепции нашего сегодняшнего вебинара об этом мы будем говорить почему хаотичная система потому что даже принципу коучинга про них мы тоже поговорим введут в непонятный разворот событий и сценарии соответственно наши некоторые решения казалось бы не имеющие абсолютно никакого значения на старте на входе или в середине процесса могут развернуть в итоге нашу жизнь жизнь коллеги обратите внимание не развитие в профессии а нашу жизнь совершенно на другие какие-то рельсы и направления и те из вас кто уже в коучинге вы наверняка с этим сталкивались имеет ли в вашем опыте коллеги место быть то о чем я говорю когда придя в коучинг вы представить себе не могли пусть это было на фазе обучения это была возможно уже работа с коучинг когда вы даже представить себе не могли чтобы так развернуться события это как раз таки о том что коучинг на сегодняшний день как профессия обладает свойствами хаотичной системы есть определенные вещи выстроены достаточно точно но их не так много а есть вещи в которых вариативность огромная просто-напросто того как могут разворачиваться события в том числе это касается и карьерного становления в том числе это и касается того каким образом мы можем получать квалификационные уровни подтверждать их в том числе это касается того как мы можем учиться очень много вариантов поэтому первое почему эффект бабочки потому что наша профессия на сегодняшний день давайте так на постсоветском пространстве обладает свойственных хаотичных систем и это дает нам огромную вариативность с одной стороны множество рисков с другой стороны а риски всегда идут рядом с возможностями и вторая позиция принципы коучинга как неизбежность непредсказуемых последствий давайте вспомним принципы коучинга коллеги со всеми все окей помните да очень простая вещь мы все разные наше мышление разное кому-то сейчас мой подход кажется интересным кому-то сейчас мой подход кажется уже сложным и это нормально у каждого свое восприятие дальше если мы говорим о том что намерение всегда позитивно принимаете или другие решения мы никогда не знаем куда они приведут нас на самом деле и знал бы где упадешь соломки бы под стилю так вот когда в коучинге в определенный момент как это часто бывает особенно когда мы обучаемся мы вдруг меняем свои приоритеты мы вдруг понимаем для себя что определенные позиции становится гораздо более важнее мы этого не осознавали или мы об этом думали мы об этом всегда говорили мы это транслировали всегда но при этом мы не относились к этому с настолько большим пониманием с нас с таким осознанием такого качества такой глубины и мы в своей голове меняем приоритеты что а вдруг например карьера перестает быть настолько важной и гораздо важнее становится любовь отношения в семье не знаю отношения здесь еще что-то под одного рода смещается на сфокус внимания и вот это одна реплика один вопрос коучер сессии одна наша мысль производит эффект бабочки когда ровно от этого осознания может развернуться кардинально в другую сторону цепь последующих событий на годы вперед и при этом коллеги вспомните еще один принцип коучинга изменения возможны и неизбежны так вот на сегодняшний день я 7 лет в профессии на сегодняшний день для меня этот принцип он имеет кардинально другое значение в начале по сравнению с тем что было в начале если смотреть на этот принцип с точки зрения сквозь призму эффекта бабочки подумайте насколько каждая ваша фраза сказано относительно коучинга насколько каждая ваша мысль обретенная в коучинговой сессии когда вы работаете над собой а коучинг это профессия в которой мы неизбежно в первую очередь пропускаем все сквозь призму своего восприятия насколько каждая фраза может быть таким эффектом бабочки готовы ли вы к этому и при этом есть же принцип о том что только при наличии ресурсов есть запроса если есть запрос есть ресурс то есть если в вашей голове эта мысль родилась это означает что у вас абсолютно точно есть все для того чтобы создать необходимые ресурсы создать получить использовать нужные вам ресурсы коллеги понимаете ли вы про что я сейчас говорю потому что здесь есть люди которые собственно со мной коммуницируют не первый раз и я предполагаю что для них эти вещи понятны те которых я сейчас говорю понятно ли это всем или мне нужно немножечко знаете сбавить обороты перейти на другой язык поделитесь пожалуйста насколько для вас то что сейчас происходит приемлемо эта концепция вебинара мне важно чтобы понимали почему потому что с моей точки зрения я не хотела бы чтобы здесь видели противоречия я люблю приводить как метафору медаль у медали всегда есть две стороны но еще есть и ребро который держит эти обе стороны поэтому в данном случае многогранность любого вопроса она важна и как раз таки коучинг как технология он всегда про вариативность коучинг всегда про нестандартный взгляд про те грани которые мы не замечали про выход за привычные для себя рамки так вот коллеги я повторюсь даже в самих принципах коучинга прошита на мой взгляд неизбежность непредсказуемости последствий и вот здесь мы снова можем вернуться к этим принципам коучинга если мы верим в то что действительно со всеми все окей если мы глубинно верим пусть даже не осознаем почему это так работает но мы глубинно верим и знаем что изменение возможно и неизбежно что выбор всегда наилучший ну и так далее и тому подобное это говорит лишь про то что мы относимся к этому миру как дружественной среде что мы относимся к людям как существам у которых есть огромный потенциал и в базе в своей в своей позитивности намерения они всегда про что-то лучше тогда мы не ожидаем этого мира ударов пинков и опасности тогда мы смотрим на него как на возможности которые нам предоставляются это очень важный момент и тогда если любая наша мысль любой момент может стать эффектом бабочки и изменить сценарий вопрос который на мой взгляд стоит себе задавать первично идя в коучинг с которого надо вообще начинать это вопрос готовы ли мы к непредсказуемым изменениям готовы ли мы к таким изменениям которых мы даже возможно не способны осознать на сейчас и представить себя и это вопрос который имеет значение и для тех только рассматривает для себя этот путь и для тех кто уже на этом пути готовы либо к этому коллегу и если да то изменений каких вы хотели бы в первую очередь например я в коучинг пришла ровно в тот момент когда я понимала что так как быть уже не может я точно не знала как я хочу чтобы было но я точно не хотела что продолжалось так было в тот момент и это для меня сработано то есть фактически уровень неудовлетворенности ситуации был настолько высок в моем случае что знаете как не было все равно какие будут изменения мне были нужны и они происходят и по сей день семь лет длится эта история да оля это так только в начале пути нужно многое изменилось кардинально дальше будет итак коллеги если кому-то интереснее копнуть в эту историю глубже я сделала маленькие ссылки как можно посмотреть с точки зрения того что как раз таки да это система обладающие качества мехаотичных систем коучинг профессия с одной стороны но с другой стороны это физика и математика это достаточно точные прогнозы с огромным количеством вариативности что тоже стоит учитывать поэтому если вам интересно эта концепция если вам хотелось бы копнуть туда глубже здесь есть маленькие ссылки на что стоит обратить внимание эффект бабочки ну прям буквально берете википедию да из простого там есть много ссылок и посмотрела вот то где можно по-быстрому скажем так эту концепцию понять глубже поинтересоваться эффект бабочки дальше эффект снежного кома дальше мы говорим про динамические хаотические системы хаотические системы динамические хаотические системы и дальше мы говорим про собственно математическое модерирование вот эти концепции лежат в основе эффекта бабочки в коучинге они точно очень объясняют почему это имеет место быть и ну как мне кажется не учитывать эти момента, это достаточно такая, знаете, большая твочность. Итак, уважаемые коллеги, ну что же, первая тема, если вы готовы, внутренняя правда против внешних заявлений. Про что здесь стоит сказать? Давайте я немножечко уйду в историю, буквально чуть-чуть. Делиться своим опытом обучать коучингу я начала в 2014 году, в начале 2014 года, я на этот путь стала достаточно рано, делать это уже на профессиональном уровне с точки зрения и коучинга, и тренерской квалификации. Я стала это делать в конце 2015 года, если говорить прямо про квалификационный уровень, и продолжаю это делать в постоянном режиме. Для чего это сейчас вам информация? Эта информация вам сейчас для того, чтобы вы понимали. Коллеги, ну достаточно большое количество людей, которые обучились, коучингу обучаются, вместе со мной проходили этот путь, достаточно большое количество историй я видела. И знаете, может быть, это моя особенность, может быть, только ко мне так приходят люди, может быть, в других школах, может быть, у других тех, кто учит, кто учит, а по-другому, не знаю. Я схожу за себя. Знаете, я за последнее время просмотрела много хороших фильмов, в частности, «Сонька, золотая ручка», «Ликвидация», «Одесский», поэтому будете, если слышите мне подобные фразочки, не удивляйтесь, мне очень нравится. Знаете, как я схожу за себя. Очень многие, кто приходят обучаться коучингу, приходят с неким внешним позиционированным, я в профессию, я в системность, я хочу результатов, я хочу изменений, я хочу и готов или готова работать длительно над получением этих изменений и так далее и тому подобное. Такие внешние заявления. Мы много говорим о том, сколько времени это займет, каких усилий это потребует. Мы говорим о том, как этот путь прокладывается, какие ресурсы будут необходимы для того, чтобы им двигаться. И люди, принимая для себя решения, очень часто говорят, да, окей, все взвешено, все понятно, мы идем. И при этом потом где-то, где-то, где-то на этапе какого-то обучения вдруг начинают звучать другие вещи. Вдруг оказывается, что на самом деле хотелось человеку, ну, условно, новые волны, свежего воздуха глотка. Хотелось найти что-то, что придаст большего смысла каждому дню, большего интереса. Ну, такое, знаете, увлекательное хобби. Сфера интересов, если хотите. Технология, которая поможет, ну, например, проработать себя, да, решить какие-то свои внутренние вопросы. Технология, которая поможет найти лучший общий язык с сотрудниками, с коллегами или с родными и близкими. И вот здесь начинается первый разрыв, который становится порою ключевым камнем преткновения на пути становления в профессии. Потому что если мы приходим в эту профессию с позиции того, что мы хотим в ней занять некое свое место именно как профессионалы, как специалисты, а наше внутреннее намерение, ну, это, наверное, самая частая распространенная такая иллюзия, с которой я сталкивалась, а наше внутреннее намерение решить какие-то свои собственные задачи, это две огромные разницы. И вот здесь наступает первый момент, когда заканчиваются иллюзии, начинается реальность. Когда становится понятно, что оп, вот знаете, пазлик сошелся, что мне на самом деле это для этого. И я дальше не хочу, ну, например, так напрягаться. Дальше не хочется, а сколько это еще, столько вот нужно двигаться, уже тоже не хочется. Цена вопроса становится слишком высокой. А что, нужно учиться еще каким-то там продвижением, нужно понимать, как себя позиционировать. Я сейчас говорю о таких очень распространенных историях, но все же. Нужно уметь каким-то образом заявлять о себе, условно выделяться на фоне многих существующих игроков рынка и так далее и тому подобное. Вот здесь заканчиваются иллюзии. Поэтому первый момент, на который можно и нужно, на мой взгляд, очень хорошо обращать внимание, это наше внутреннее намерение, наша внутренняя правда, чего мы хотим на самом деле и что мы заявляем вовне. Потому что вот эти заявления вовне, они категорически влияют на то, как мы выбираем этот путь. Это первый взмах бабочки, это первый взмах крыльев, который влияет, ну, от банального давайте, на то, какое обучение мы выбираем, если это обучение, какой пакет в этом обучении мы выбираем, если там есть пакеты, как мы дальше выбираем, где учиться, нарабатывать свою квалификацию, получать ее, как часто мы получаем такое количество навыков и знаний, которые нам не нужны достаточно длительное время, которыми мы не пользуемся, в итоге, которые лежат где-то на полочке в виде сложенных сертификатов, мы их не применяем. Почему это происходит? Потому что наша внутренняя правда не состыковывается с тем, что мы выдаем вовне. Как вам эта история, коллеги? Что думаете по этому поводу? Поделитесь. И это то, что в первую очередь, на мой взгляд, нужно учитывать, выбирать этот путь. Чего мы хотим на самом деле? Что является нашим истинным намерением, когда мы смотрим в сторону коучинга? Неважно, это начало пути или это продолжение пути, когда мы как раз таки выбираем все-таки снова продолжать этот путь или выйти на новый некий уровень и так далее. Это первая позиция, которая является взмахом бабочки. И в каждый вот такой момент, когда у нас происходит некое внутреннее озарение, мы для себя понимаем, это снова взмах бабочки, который снова может развернуть ситуацию кардинально. Это парадоксальная история, потому что если вы проанализируете то, как вы пришли в коучинг, на что вы пришли, что было вашим внутренним намерением, вы можете сделать такую очень простую историю, которую в коучинге, в сессиях мы часто делаем, а как вот то ваше истинное внутреннее намерение соотносится с тем, что сейчас вы делаете, с тем, куда вы сейчас идете, с тем, как вы это делаете. И, как правило, здесь обнаруживается первый большой разрыв. Бывает так, что они соотносятся. Бывает очень часто так, что свое внутреннее намерение, истинное намерение, мы можем удовлетворить гораздо более простыми способами и методами. И тогда, вот здесь возникает другая история, коллеги, когда нам не нужно будет разочаровываться в себе в первую очередь, если мы вдруг понимаем, уже неинтересно, ну, уже, например, достаточно сложно, или, наоборот, слишком легко и слишком поверхностно. Ну, как-то это очень быстро или, наоборот, это очень долго. А как-то дополнительные ресурсы нужны. Все эти вещи, которые у нас начинают происходить с точки зрения неудовлетворенности нашей, внутреннего протеста, внутреннего отрицания, все эти вещи являются признаками, маркерами того, что наши внутренние намерения не соответствуют тому, что происходит во мне. Ведь никто из нас, ну, с большой вероятностью, давайте так, не никто, с большой вероятностью мало кто из нас, если мы вначале понимаем, чего мы хотим, как мы хотим, чтобы это было, и мы вначале, предположим, давайте возьмем прям реальную историю, реальная история. В какой-то момент, это было не с самого начала, в моем случае совершенно не с самого начала, но в какой-то момент я осознала свое внутреннее намерение того, что для меня очень важно влияние. И я очень искренне хочу иметь достаточно серьезное влияние на определенных людей. И это влияние должно быть вот с такой степенью, не знаю, количество людей вовлеченных, вот с такой экологичностью, вот с такими ценностными подкреплениями и так далее. Первая реакция про влияние у меня была не очень невидима, ну как влиять, это же значит вот то и вот это. Я поработала с этим акцентом, все хорошо, все для себя решила. Вторая позиция. Я подумала про то, окей, как я могу получить то, чего я на самом деле хочу, но если хочу, и все откликается, как я могу этого получить, это мое намерение. И дальше я начала простраивать путь, и мне стало понятно, и совершенно очевидно, что, коллеги, это путь не в полгода, не в два месяца, не в год, и не в три года. Три года укладывался только небольшой этап, когда я смогу посмотреть определенные моменты, насколько я продвинулась. И мне с этим было тоже окей. И к чему я так говорю сейчас? Если я понимаю вот такую длину пути, вот такое количество ресурсов, которые мне потребуются, потому что я только плюс-минус тогда понимала и прикидывала, каким мне нужно стать человеком, чем мне нужно обладать, как личными, персональными качествами, и как, соответственно, нужно измениться, каким должно быть окружение, какие навыки нужны. Ну, вот эти вот все банальные истории, казалось бы. Но понимая, какое количество работы мне предстоит проделать над собой в первую очередь, какое количество усилий предстоит приложить, какое количество ресурсов предстоит не просто привлечь, а создать, потому что у них абсолютно не было, ровно в этот момент мои иллюзии рассеялись. И началась реальность. Но ровно в этот момент у меня снова произошел замах бабочки, потому что я приняла для себя решение, готова ли я дальше двигаться вот так или нет. И тогда это был второй такой большой мой этап в коучинговом становлении себя как профессионала, я так считаю. Почему? Потому что второй этап, разочарования на нем не было. но я и не очаровывалась. Именно поэтому я и не разочаровывалась. Знаете, хорошее выражение? Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. А вот в первом этапе моего развития как профессионала там было много разочарований. Мне по этому поводу огромное количество историй, которые мне с очень большой трепетностью и благодарностью отношусь сейчас. Что об этом думаете, коллеги? Это как раз таки про то, когда четко осознавая свое внутреннее намерение, если так, знаете, немножечко финалить этот блок, четко осознавая свое внутреннее намерение, чего на самом деле хотим мы, мы можем предположить, построить путь, который даст нам реализацию этого намерения, который позволит нам его удовлетворить в полной степени, как нам кажется, и тогда уже принимать решение. Нужен ли нам для этого коучинг или нам нужно для этого что-то другое? И если это такие коучинг, то в какой роли? Вы знаете, я смело могу сказать, что я не назову в процентах, наверное, но я думаю, что где-то около до третьей, вот приблизительно. Мне не хочется акцентировать на цифру, но это существенное количество людей, которые приходят обучаться в коучинг. У них есть собственные запросы, которые было бы здорово решить. И они их решают, выбирая путь, я буду обучаться, пойму эту технологию, и параллельно буду прорабатываться. И это не худший путь, это прекрасный путь, это прекрасная возможность. Но, когда потом мы понимаем, какой ценой, ты знаете, очень интересный момент. Сейчас обучение коучингу стоит столько же, как если бы это был контракт с хорошим профессионалом. А когда мы и учимся, и проходим этот путь сами, и параллельно экспериментируем вместе с другими, теми, кто обучается, это все-таки другой подход, это другая история. Готовы ли мы к таким рискам? Понимаете, про что я сейчас говорю, коллеги? И вот эта иллюзия и реальность, которые здорово было бы сопоставлять, которые позволят нам минимизировать риски. Потому что вот здесь наши вложения денег, времени, эмоционального ресурса, надежд собственных могут стать потерей. И здесь они подвергаются слишком большим рискам. Вот в этом моменте. Что думаете по этому поводу? Поделитесь, пожалуйста. Ну и, собственно, все то, что я сказала, это как раз-таки основание того, почему второй пункт у меня стоит под пункт в этой теме потери, вложения или инвестиции. Коллеги, потери, ну мы очень часто готовы что-то потерять. Это очень часто наша стратегия. Когда мы просто готовы потерять, ну окей, столько-то денег, неважно, на коуча, на работу с коучем, на коучинг, как на обучение. Когда я не собираюсь на самом деле дальше идти в профессии, ну я готова потерять, я готова попробовать, или готова. Я не расцениваю, что это мне даст. Я не провожу глубокий анализ того, как выстроено обучение. Я не общаюсь с людьми, ну и так далее, такую масштабную исследовательскую работу своего намерения, того, что я хочу получить и какой путь мне должен к этому привести. Тогда это становится потерей. Если мы вкладываем деньги, коллеги, ну это, как правило, сфера интересов. Это наше дорогое хобби, тоже может быть. Психологией увлекаются многие. Психология и коучинг — это дорого. Работа с человеческим ресурсом — это то, что дорогого стоит во всех отношениях. Собственная реабилитация, периодически. Это тоже то, что стоит дорого. И это вложение, безусловно. Но инвестиции — это совершенно третья позиция. Если вы связаны, если вы в финансовой грамотности понимаете меня, то потери, вложения, инвестиции — это три совершенно разных категории. Потому что если мы вкладываем, ну окей, мы вкладываем в себя, и это будет полезно, это будет здорово, это будет хорошо. Инвестиции — это другая позиция. Инвестиции всегда имеют возврат. Быстрый возврат на инвестиции, как правило, высокорисковый. Высокорисковый. То есть там и потери могут быть большими. Там каждое наше невыверенное движение, невзвешенное движение, неправильно принятое решение, как и правильно принятое решение, всегда подвержено большим риском, но и там большой куш срывать можно. Долгосрочные инвестиции, на то они и долгосрочные. Маленький процент, но стабильно, регулярно, на протяжении длительного периода. Но тогда мы вкладываем, инвестируя во что? Хороший тоже вопрос. В себя как в личность, в себя как в управленца, в себя как в руководителя, в себя как в коуча, непосредственно в профессии. И каждый из этих пунктов сейчас, которые я назвала, он отличает путь, который должен быть выстроен. И вот здесь заканчиваются иллюзии, начинается реальность. Потому что вот здесь у нас либо этот путь будет подвержен огромному количеству рисков, то, что мы можем изначально прогнозировать как варианты, уже на пути выбора первого, вот в рамках этой хаотичной системы, либо мы видим большее количество возможностей, и они нас не пугают. И нам от этого хорошо. И тогда мы можем принимать решения. Поэтому что важно учитывать, выбирая этот путь, коллеги? Ну, все-таки то, что вынесено в заголовок, на мой взгляд, внутреннюю правду, то, что называется истинным намерением, то, чего на самом деле мы хотим. Если вы знакомы с термином из нейролингвистического программирования, это называется метасообщение. Чего мы на самом деле хотим? Сейчас в современных инструментах, я не помню, к сожалению, чьим принципом это называется, метод пяти почему, встречала я где-то на просторах интернета, да, почему ты этого хочешь, а почему ты хочешь то, чего ты вот этого вот хочешь, и так пять раз мы спрашиваем себя о том, почему ты хочешь этого, таким образом мы можем дойти до того самого истинного намерения. Но самое, да, вот прекрасно, спасибо огромное, но самое волшебное, коллеги, сейчас проходит международная неделя коучинга. У вас есть потрясающая возможность. Огромное количество коучей, поддерживая прекрасный волонтерский проект в данном случае, готовы бесплатно, абсолютно безвозмездно проводить коуч-сессии. Если для вас актуален вопрос, найдите коучинг, как правило, у них у всех есть на аватарке соответствующие отметки. Постучитесь к ним, пройдите сессии, поисследуйте свои намерения в периоде относительно чего бы то ни было. И вообще эта история, на самом деле, она же не только к коучингу относится. Мне так кажется, что она может иметь отношение к любому нашему намерению, чего мы на самом деле хотим и что мы заявляем на поверхности. Потому что то, что мы заявляем на поверхности, как правило, это вещи, относящиеся к тому, чтобы нас услышали, поняли и приняли. То есть это вещи, в которых мы стараемся очень часто проявляться социально удобными, приемлемыми. Очень часто это такая история. А наша внутренняя правда, она безусловно подпадает под вот эту социальную приемлемость и удобство, но там есть вещи, которые, как говорят, в действии большая разница. И вот эта большая разница, она как раз таки отличает реальность от иллюзии. Потери от возможностей. А успех предваряет в данном вопросе, на мой взгляд, из моего опыта, неоднократно подтвержденного на разных этапах становления, и в коучинге, как в профессии, и в тренерстве, как в профессии, и в других аспектах моей жизни. Успех предваряет как раз таки точное понимание, чего ты хочешь на самом деле. Глобально и на каком-то этапе, наверное. Успех предваряет в обязательном порядке планирование, проектирование, моделирование этого пути. Причем, коллеги, здесь тоже важно, когда мы моделируем не только из собственных предположений, но когда у нас есть грамотное экспертное мнение. Что это значит? Ну, ведь все же мы можем прийти к человеку, который прошел этот путь уже, который точно знает, как этот путь выстроен и спросить у него его мнение. Я предполагаю, что это так и так. Скажи, где я ошибаюсь, подскажи, куда обратить внимание. Особенно, когда мы собираемся двигаться на путь становления в коучинге. Мы очень часто делаем это интуитивно. А потом, знаете, как, ну я думала, или а я не знал, а я не предполагал, а почему мне не сказали, а кто должен был сказать? Ну, по большому-то счету. Мы же все взрослые люди, правда, нам же не пять лет, мы же не в детском садике. Так вот, это же наша ответственность. Это как раз про внутренние намерения и внешние заявления. Ну, вот такая вот история. Поэтому успех предваряет как раз-таки хорошая, качественная подготовка, когда мы предполагаем настолько глубоко, насколько можем, какие ресурсы нам потребуются для прохождения этого пути, что в результате мы с большой вероятностью сможем получить, какие возможности откроются тогда. И вот отсюда внутреннее решение. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Когда мы видим этот путь не в розовых красках, а в действительности, что нам предстоит пройти, тогда и сложности, с которыми мы будем сталкиваться по пути, не будут вызывать у нас такого большого сопротивления. Они будут ожидаемы, мы будем к ним готовы, а это значит, что мы пройдем их с большей легкостью, а то и с удовольствием. Поделитесь, коллеги, какие мысли на сейчас у вас есть по этому поводу. Я вижу, Галя написала, Дерябина, Галь, привет тебе огромный. Всем доброе утро, слушаю в пути. Писать, отвечать могу, но все во внимание. Всем интересного вебинара и чудесного дня. Знаете, очень интересный момент. Галь, тебе тоже привет. По поводу школы. Вот ко мне недавно постучалась потенциальная студент, как у ученого в школе, она выбирает для себя школу. И так вот сказала, честно, говорит, я выбираю, мне нужно определиться, я хочу пообщаться с вами лично. В данном случае она обратилась ко мне как к владельцу, представителю одной из школ. Вот человеку было важно лично пообщаться. Поздавала мне вопросы, очень интересные, напрямую по ученым, не касающиеся. И один из вопросов, который вот сейчас, мне кажется, в этой теме может быть очень важен, звучал так. Лида, насколько легко заработать деньги по ученому? А она предприниматель. Вот на что я ответила, говорю, я как женщина-предприниматель отвечу вам как женщине-предпринимателю. Я лично не знаю, где хорошие деньги можно заработать прям легко и без усилий. Везде требуется усилие для этого. Это иллюзия. Она очень так интересно улыбнулась, но я думаю, что мы друг друга поняли. Я предполагаю, что наши мнения совпали. К чему я это говорю, коллеги? Я, конечно, не могу отвечать за других, но я знаю лично владельцев, ну, наверное, не всех лично, но очень многих, большинства украинских провайдеров аккредитованного обучения колочного, то есть тех школ, которые обучают по стандартам ICF. Все у них, вот знаете, как все красиво, все правильно, все как положено. Так я вам скажу с абсолютной откровенностью. Я более чем уверена, что эти люди доступны, открыты, к ним ко всем можно обратиться и уж точно абсолютно спокойно найти способ получить, не знаю, консультацию, поговорить, спросить для того, чтобы принимать свое правильное решение. А я знаю лично большинство из представителей этих школ, и это важный момент, который претворяет нашу следующую тему, в которую мы перейдем, собственно, к личности. Коллеги, ну, что-то скажите, пожалуйста, если есть такая возможность, можно голосом, можно как-то написать, как вам эта тема. Я дальше могу сама с собой тоже разговаривать, мне нормально, у меня, знаете, навык выработан. Но даже в вебинарах наших обучающих я, как правило, все-таки больше общаюсь в диалоге. Что думаете по этому поводу? Были ли какие-то, возможно, точки опорные для себя? Давайте все-таки еще раз, Славя, отверну, касательно внутренней правды и внешних заявлений. Лидия, доброго дня. Да. Чем можем мы продолжить? Да. Доброго дня. Есть вопросы, вы рассказали про свой шлях, про свой опыт, и, собственно говоря, вы уже 7 лет в профессии. Я сейчас особисто прохожу научную программу Международной Академии Коучинга, онлайн, англомовная программа. И, что меня интересует на самом деле, вы говорите, есть определенные точки, на которых мы чувствуем какие-то або соперенности, або трудности на шляху. с одного боку, есть ощущение, что это будут маркеры, то есть маркеры какого-то незадоволения, с одного боку, или просто это вообще трудности, которые мы движемся дальше. как можно отразить, скажем, что есть внутренняя соперенность, або просто это такая рядовая перешкода, которую мы поддолаем и движемся дальше. Я очень благодарна за это вопрос, потому что оно есть таким, знаете, безпосередным переходом к следующей теме про личность. Если все коротко, то я сейчас скажу такие, ну, как правильно будет и эти критичные в этом вашем вопросе. Во-первых, что для меня есть маркером невдоволения такого внутреннего, когда действительно нужно обратить внимание на внутренний конфликт, когда наше внутреннее устремление уже идет в противореч с внешним появлением. Это, во-первых, насамперед, когда мы не враховываем в достатней кількости, те, насколько мы владеем певными навыками, не больше, не меньше, когда мы не можем рассчитывать свои силы. Нам кажется, что мы хорошо умеем планировать, мы хорошо умеем распределять свой час, мы хорошо умеем переключаться между я не так договорилась, как было необходимо. В принципе, так, в мене умовно, третье завдание я не выполню в той качестве, в которой мне бы хотелось. Почему? Потому что там с подружкой побачилась, тут взяла додатковую работу для себя, там в мене спортзал, там еще что-то. То есть, невмение рассчитывать качество планирования банально так. На моем досвиде, я про студенты сейчас скажу, хотя мы очень много определяем времени, мы говорим про то, какой будет график, 80% в первый месяц с целью проблемой стыкаются. И первые проблемы именно из того, что не хватает времени, то есть, невмение планировать первые стратегии, ну, кто думал, что это правда, что вы сказали, все скажут. Вот такие моменты, когда мы не можем рассчитывать те ресурсы, которые мы владеем в плане навыков. И для меня это не про внутрешние навыки. Это про то, что, знаете, такая внутрення правда, когда, окей, теперь я ее что, доброе, и еще это мне нужно, до своего смысла, как вишлисту, что и цим я хочу владеть майстерно. И тогда это просто решение. Проте, если эта история уже накладается на такой великий перелик того, чьи я недоволена в суре, то это уже может быть другая история, хотя совсем. Потому что я не хочу больше до этого перелику добавить еще какие-то пункты, где я невдоволена. И, взагалі, это ваш коучинг, вы мне не доволены и додаете не хочу, не буду до побачения. Ну, мабуть, про это мова не йде наразе. Просто вы говорите сейчас уже с точки зрения, как коуч, который произошел, который уже долго в профессии, который смотрится назад. А когда вы начинаете свое сходление на этом этапе, вы смотритесь немного по-другому. Поэтому второе вопрос. вареативность про возможности и про хаотичность впевну. Насколько вы могли передбачить на начале своего шляха, где вы останетесь через 5-10 лет в своей профессии? Как вы сейчас себя оцениваете с этой точки зрения? На 80%. Я считаю, что это не моя заслуга. Это важно сказать. Проте где я сейчас... Давайте еще 2019 покажу. У меня была большая точка в 2015 и у меня большая контрольная точка с много переликами чего должно происходить в 2019 и 2018 и пока они происходят. Как я до того пришла? Там вариативности было много. Что было важным контрольной точки, мне удалось. но я считаю, что это в моем случае это удивительно. И знаете, это тоже важно. Очень большая стойкость, не очень экологичная часто по отношению к себе, когда я это делала всередине. Погано, тяжко, тяжко, не подобаются. А на сегодняшний день что бы вы могли сделать по-другому? Если вы говорите делать супер речь, а можно было что-то изменить сейчас, мая этот опыт? Если вы упираетесь не просто в лобовую атаку, а каким машинам какой-то смарт-підход, я бы значительно больше собирала информацию на начатку. Это то, чего я не делала. Я очень много слушала того, слышала. 7 лет назад коучинг и он сегодня это совсем другая вещь. Совсем другая вещь. Тогда было две люди, которых мы могли слушать, и мы за ними каждый собираем что-то собираем. И сказали, все, я это особисто, я это не проблема, это моя проблема. Я на это смотрела, я это выбирала, если сказано, то это все, это истина, а то, что человек может не договорить, что у нее есть другие задачи, про это я вообще не думала. Я перекладала свою ответственность очень много в чем. А потом, а а чему мне не сказала, а как это? Девчонка, а ты кто такая, ты что, дитячому садочку, или ты доросла человек. И коучинг мне очень много в чем выховывал, очень хорошо. Это очень хороший подход и объяснение, потому что на самом деле, когда мы не все речи можем высловить словами, больше чувствуем что-то, только словами, даже потому не дивно, что наши заявления или декларации не отличаются от внутренних намерей. Я вам очень благодарна, Александр, за ваши питания, за этот диалог, потому что это про особыстность, про которую сейчас будем говорить. Извините, я перейду снова на русский, я разговариваю русскую мову, перехожу. Я очень благодарна, я всегда с удовольствием использую возможность поговорить на украинском языке, на разном своем языке, на своей речной мове. Так, коллеги, если говорить про личность, почему я собственно очень многих владельцев школ, провайдеров обучения в Украине, знаю некоторых в России, в наших странах ближайшего зарубежья, это люди очень открыты более чем. Но знаете, парадокс, мне кажется, что он свойственен многим и сейчас, когда нам кажется, что если человек-провайдер школы представитель, то это прям чуть ли не небожитель. Слушайте, абсолютно простые человечки, нормальные и гораздо более открытые, чем вам кажется. И вот здесь точно не стоит бояться с ними говорить, почему. как раз то, о чем говорил Александр, потому что когда мы можем поговорить лично, ну пусть это будет по скайпу, но не в вебинаре, а когда мы лично можем говорить, мы чувствуем, мы как раз таки вот здесь можем почувствовать гораздо больше внутреннего отклика. И как раз таки в отличие от нашего разного, мы сейчас не будем уходить в позицию тридинного мозга, все остальные те вещи умные, тело наше не врет. И если мы умеем себя слышать, то как раз таки этот способ прислушаться к своему отклику, праведным, я не побоюсь этого слова, гораздо более праведным, чем все наши мысли. Вот я, например, думаю, что часть моего коучингового пути, почему она и сложилась. И да, пусть поначалу это было вопреки, это была моя стратегия, над которой я работала, которую я меняла, которую я сейчас продолжаю отслеживать, но это как раз таки было про то, что внутренний отклик был настолько сильным, что вот здесь тело не соврало. И слава богу, что я его не слышала, я пошла. И пусть на пути было много чего того, можно было бы там поменять, сделать легче, сделать правильнее, меньшими усилиями, но отклик не соврал. Поэтому используйте возможность, смотрите на тех людей, с которыми вы собираетесь идти этот путь. Общайтесь с ними, находите ту возможность, поговорите лично, правда, мне кажется, это очень важный момент. Прислушивайтесь. Ну, наверное, многие из нас так и принимают эти решения, собственно, когда мы смотрим, насколько человек нам откликается. Но вот кадры решают все, коллеги, про личность, что важно, я хотела сказать. И мы уже затронули эту тему с Александром, прям такой мой, знаете, компаньон в этом вебинаре стал вам. Огромное спасибо. Щерман, Дякую Александру, с правдой. Очень важный момент. Олег, я сейчас скажу не очень лицеприятную историю, но это правда моя. Давайте я буду говорить как о себе. Когда я начинала обучение в коучинге, я правда, я очень долго злилась на одного из своих учителей. Очень долго. А злилась ровно потому, что почему мне не сказали? Почему меня не предупредили? Почему за меня не предусмотрели? Почему там за меня чего-то условно чуть ли не сделали? Товарищи, ну, я пришла в коучинг в раннем возрасте, я считаю, мне было 28 лет. я рано достаточно нашла то, что мне очень близко в жизни. Но 28 — это не 8, правда? Это ведь взрослый человек, который несет свою ответственность по жизни. Благодаря этому опыту я потом обнаружила очень много тех стратегий поведенческих, которые, естественно, были у меня в других сферах жизни, которые, естественно, доставляли мне огромное количество проблем как предпринимателю, как руководителю, которые создавали для меня из ряда в ряд повторяющихся сценарий, которые благодаря этому всему я в итоге проработала, смогла изменить, в том числе, которые легли в концепцию многих наших обучающих программ в мастерах, ну и так далее и тому подобное. Но это было мое внутреннее решение. Почему? Потому что мое намерение было таки двигаться в эту сторону, стать таки действительно мастером своего дела, стать тем самым мастером трансформации, как одноименно называется, моя компания. Личность моя. Коллеги, очень важный сейчас момент. Когда я пришла в коучинг, у меня было два, на мой взгляд, важных момента, очень важных момента. Я работала не в найме, я работала уже на себя. Я с 21 года работаю на себя. Это первое. То есть я привыкла к тому, что я обеспечиваю себя сама, мне никто не дает. Готового соцпакета. Мне никто не дает стабильную зарплату. Если я работаю хорошо, то я хорошо получаю. Если я работаю слабенько и ленюсь, то, соответственно, если заранее я не подготовила. И это важно. Это мои навыки самоорганизации. Понимаете? А до этого, когда я работала, а вообще я работала с 16 лет, я все время работала на зарплате, которая напрямую зависела от моей активности. У меня не было ставки. Проценты. Коллеги, и это важнейшая история. в коучинге. Вот важнейшая навык самоорганизовываться, навык ставить себе задачи, отслеживать их выполнение. Это та история, с которой сталкивается очень большое количество наших специалистов. Личность. Когда мы приходим, и мы ожидаем, что просто получив навыки коучинга, не просто, давайте так, качественно изучив коучинг как технологию, качественно демонстрируя компетенции и квалификации коуча, должно случиться чудо. Не должно. Это снова иллюзия. Это снова эффект бабочки. Не случится. Если у нас этих навыков, если мы не уверены в том, что мы умеем сами себе назначать задачи, сами их выполнять, сами отслеживать их грамотность, выстраивать KPI, ну и так далее, нам будет очень сложно. Потому что никто к нам не придет и не сделает. Тогда это опять же про вариативность и про взмах бабочки. Давайте принимать что-то решение, что окей, я учусь, я для себя это осознаю, что с большой вероятностью. С чем сталкиваюсь я очень часто, как провайдер обучения? Люди, которые являются очень перспективными, качественными, востребованными, наемными сотрудниками на своих местах, не могут самоорганизоваться, когда они выходят на свободный рынок. Понимаете? И это огромная проблема, на мой взгляд. Но когда мы ее учитываем заранее, смогу ли я, есть ли у меня такой опыт, как я себя поддержу на этом пути, какие будут сложности и так далее, это становится другой историей. Это становится нашим внутренним намерением, когда мы говорим, нет, я не хочу, я понимаю, что я не хочу об этом думать, это будет мне слишком сложно. И тогда что? И тогда нам нужно сразу же предусматривать, где и как мы сможем найти и создать реализацию для своих коучинговых навыков. Тогда нам нужна компания-провайдер, с которой мы будем сотрудничать, которая условно будет продавать нашу квалификацию и обеспечивать нас потоком клиентов. Ну, тогда сразу же в этой истории, извините, но я, знаете, я ратую за профессионализм в коучинге, поэтому давайте сразу же определимся. то, что данная компания называет коучингом, насколько оно является тем коучингом, который для вас приемлем, насколько вот там вам нужны те навыки, за которые сейчас вы платите, обучаясь им. Вот это очень важный момент. Опять же, внутренняя правда, виси внешние заявления, потому что иначе мы можем столкнуться с ситуацией, когда потом приходят коучи, говорят, сначала я условно год училась, заплатила бешеные деньги за обучение и почувствовала себя действительно классным специалистом. Потом я несколько лет работала в компании, которая обеспечила мне поток клиентов, а потом я понимаю, что ничего во мне от коучинга не осталось, потому что то, что я делаю, это вообще не коучинг. И называется «Добрый вечер, специалисты, помогающие в профессии». Хорошо, если коучи, но часто это уже не про коучи, а про наших коллег, когда нам нужно стучаться в соседние двери соседнего цеха и говорить «Уважаемые коллеги, психологи, помогите, пожалуйста». И хорошо, если только психологи. Коллеги, про ответственность, про личность. Нам очень важно очень трезво посмотреть на себя как на личность, какими навыками могу дать. Простите, пожалуйста, я скажу про еще одну вещь, я не могу про нее искать, но опять же, я скажу про нее со своей позиции. Продажа услуги, позиционирование. Когда я пришла в коучинг, опять же, благодаря тому, я вот почему, что мне очень сильно повезло в этом плане, конечно, очень сильно. Знаете, была молодозелена, упорно, настойчива, во многом глупа, но при этом умела продавать, в том числе. Я работала на тех рынках, где продавался воздух. Я работала в рекламе, когда мы с клиентами обсуждали то, что должно будет быть, продавалась фактически бумажка с макетом. Я работала в недвижимости, когда продавалась услуга. У меня не было с этим вопросов. Я не ждала от мира, что он должен прийти и принести мне клиента. Моя экспертность, я не ожидала, что должна быть каким-то сверхчеловеком для того, чтобы ко мне пришли. Ведь очень часто я была предпринимателем, обычным, середнячковым предпринимателем, который пережил на тот момент огромный кризис с 2008-2009 года в Украине, который из предпринимателя с прибылью, стал предпринимателем в долгах, как в шелках, с кучей проблем с этим соприкоснувшихся. Но при этом я была человеком, который смог пройти процесс этот. И ко мне шли клиенты именно эти. То есть в первую очередь, как правило, вот эта пресловутая специализация в коучинге, она откуда берется? Она берется из уровня нашей предыдущей экспертности. То есть, как правило, вот эти сферы не соприкасаются, и мы свою специализацию в начале, и это то, что маркетинг говорит современный, мы ее выстраиваем или отстраиваем, как вам больше нравится, от своей существующей экспертности, квалификации в чем-то другом. Я была предпринимателем, которая работала на производстве наружной рекламы и специалист в недвижимости, и ко мне приходили ровно люди, у которых были производства, чего-то предприниматели, которые сталкивались с подобными же проблемами, и люди, которые так или иначе относились к недвижимости. Это простая стыковка, но, коллеги, я везде, вот сейчас очень важно, и простите, пожалуйста, если вдруг кого-то я сейчас задену за живое, если вдруг кому-то я сделаю больно, но мне кажется, это действительно та внутренняя правда, о которой молчать нельзя, потому что иначе мы сами себя гробим просто. Везде, где я до этого участвовала, реклама, производство, недвижимость, я добивалась успеха, я была достаточно успешным специалистом. Это было не за один день, это было благодаря другим качествам, которые были наработаны, но я была реализована, востребована. И это огромная проблема может быть для людей, если вдруг. Сейчас маркетинг на рынке такой, в коучинге, относящемся к асси, этого, слава богу, гораздо меньше. Но маркетинг на рынке сейчас такой, когда очень много говорят про то, что коучинг, ну там, не знаю, два месяца и ты коучинг. Там месяц и ты коучинг. Это не так, это неправда, это путь, это большой путь. Нарабатывать квалификацию, часы, это много усилий. И если вы, то есть, понимаете, ожидать, что если у меня не получилось там, там и вот там, то я сейчас приду здесь и у меня получится, с большой вероятностью не получится, как раз таки. С большой вероятностью, что бы получилось здесь, нужно учесть опыт, почему вот там не получилось. То есть, личность, коллеги, в первую очередь, как мы, как личность, комплексный эквивалент. Что у нас есть сейчас в наработках? Готовы ли мы позиционировать себя как специалисты? В наше время идет позиционировать себя. И если нет, если для нас это категорическая позиция, мы ей не хотим, то что тогда? Тогда нам придется продать себя как наемного, внешнего, куда-нибудь, не знаю, в рекрутинговое агентство. То есть, фактически, занять вакансию, выйти на рынок вакансий. Мы это должны очень четко понимать. И тогда, кто эти люди, а где их вообще, сколько и так далее. А прежде чем выбрать этот путь и, не знаю, вложиться в обучение там несколько тысяч долларов и понимать, что это не два дня, давайте, может быть, ну, ради интереса позвоним в несколько самых больших рекрутинговых агентств и спросим, как часто вам нужны коучи и какие, и сколько им платят. Ну, так просто, да? Чтобы посмотреть, сколько сейчас людей на рынке. А я вам скажу, что если год назад я говорила, мои прогнозы были о том, что рынок продержится еще два-три года, дальше будет стагнаться, он схлопнется, уйдут очень многие игроки рынка, останутся те, кто действительно будет провайдерами на долгие годы, все, рынок сейчас наполнится. То на сейчас я вам скажу, что рынок уже уходит в стадию стагнации. Это означает, что еще год-полтора максимум сейчас уже начнут отмирать, отваливаться, отпадать, закрываться и провайдеры коучного обучения, и те, кто предоставляет услуги, и коучи, как специалисты в том числе. Рынок сейчас сложный, пошла стагнация. Полтора года сейчас начнется чистка, уже пошел этот период. И с одной стороны, это, ну такой, знаете, не последний шанс, конечно, нет, но это один из шансов за эти полтора года упереться, добиться и сделать. Нужно понимать, с чем придется столкнуться. Когда идет стагнация рынка, специалисты начинают действовать по-разному, в зависимости от уровня собственной экологии. Это тоже про личность. Коллеги, у нас одна из самых экологичных профессий, если мы говорим про коучных, с одной стороны. Но здесь все люди. Понимаете, этот шанс нельзя упускать. Мы все люди, мы всего лишь люди. И люди ведут себя по-разному. А если вкладывали много, усилий было много, а ожидания не оправдались, мы можем вести себя, начинать по-разному. И это тоже будет. Я прогнозирую, что это будет для себя. Это один из вариантов развития сценариев, которые будут. И вот здесь остаться и специалистом, и человеком, и выдержать это. На каких ресурсах мы будем это делать? Это вопрос, который стоит задать себе. И это все про ту личность. Мы как личность на входе в эту профессию. Что мы из себя представляем? Умеем ли мы позиционировать себя? Готовы ли мы изучать современный маркетинг? Готовы ли мы продавать себя как специалиста, отдаваться в наемные сотрудники, пусть внешние, пусть частичные, или наоборот, как раз таки переходить полностью во внутрикорпоративных коучей? Это тоже вопрос. Настолько мы любим людей, чтобы заниматься или каждый божий день по 8 часов в сутки? Это большой вопрос, который стоит себе задать. Это то, что мы входим. Умеем ли мы говорить о себе, договариваться с другими людьми, коммуницировать вообще о услуге, о том, как она развивается, о том, какие ответственности? Можно ли мы говорить об этом? И это тоже хороший вопрос, коллеги, потому что, если мы этого не делали на предыдущих местах, то с какой радости мы вдруг это начнем делать здесь, в коучной? Оно само по себе тоже не случится. Это то, о чем редко поднимается вопрос, на мой взгляд. Об этом важно говорить. Об этом стоит говорить. Оно само по себе не произойдет. Это нужно нам делать. Это наша история. Готовы ли мы это делать? Умеем ли мы это делать? И если нет, то готовы ли мы этому учиться? Третья позиция. Еще раз, самоорганизация, то, о чем я говорила. Когда мы себе ставим задачи, мы себе руководитель, мы себе управленец, мы себе собственник, мы себе исполнитель. Готовы ли мы так двигаться? Ставить себе задачи, ставить себе цели, отслеживать продвижение, выполнять эти цели? Это очень большой вопрос, который категорично оказывает влияние на то, насколько мы можем получить успех на этом пути. По одной простой причине. К сожалению, к сожалению, коллеги, но подавляющее большинство, когда я говорю подавляющее, это значит, что это абсолютное большинство, математически абсолютное большинство, это означает точно больше, чем другая цифра людей в коучингах, которые пришли обучаться, сталкиваются с тем, что вот выше озвученных на вопрос у них проблемы. Они могут быть прекрасными, потрясающими коучингами, они могут освоить навыки настолько в коучинге, что ты слушаешь их в сессии, думаешь, господи, но это не первый квалификационный уровень, это талант, это идет от души, это человек проработал, он классный специалист. Но классный специалист, который сидит, как на фане, в шкафчике, в дверке, о нем никто не узнает. Либо ему нужен провайдер, продюсер, тот, кто наймет его на работу, либо этот классный специалист затухнет, завянет и погаснет. И тогда инвестиции превратятся в потери, тогда очарование превратится в разочарование, а там и комплексы, и неуверенности, и все, что хочешь. И это история, которую нельзя нивелировать, потому что это то, с чем мы сталкиваемся. Огромное количество психологов приходит сейчас обретать квалификацию коуча, расширять свою линейку фактически продуктовую. И сколько из них тех, кто не могут перейти в онлайн, это новое направление, или если мы говорим про оффлайн, вот если у них выстроена своя деятельность, там все хорошо, те люди, у которых выстроена своя деятельность, там все хорошо, они с большой вероятностью добавляют коучинг как прекрасный инструмент, расширяя тем самым свою компетентность, увеличивая свою стоимость как специалистов, добавляя себе продукт в линейку, ну все что угодно, распишите как хотите, они делают себя как личность надграннее, сильнее, вариативнее. Но если этого не было, раньше коллеги нужно понимать, коучинг это прекрасный инструмент, который позволит все вышеперечисленное в разы быстрее получить экологичные, качественные. Но это время, и это нужно будет делать, оно без этого само не произойдет. Это если мы говорим про личность о себе, как о тех, кто становится на этот путь. Как оно вам? Я сижу и думаю, как хорошо, что мы в онлайне, помидорами и яйцами не закидают, а если закидают, то оно не долетит. Я понимаю, что я говорю не про очень лицеприятные вещи, коллеги, но это то, что я наблюдаю из одного потока в другой поток, это то, что происходит, то, с чем приходит в личку. Это то, что действительно оказывает влияние на рынок. Если бы мы померили такую, знаете, хорошую конверсию, сколько людей зашло обучаться коучингу, сколько вышло, сколько сертифицировалось, сколько дальше работают, как работают, сколько людей отбило вложение, сколько людей получила возвратная инвестиция. эти цифры были бы пугающими, я вам скажу сейчас. И если об этих вещах не говорить вот так, на входе, мы будем терять. Есть еще один очень важный момент, про который я считаю важным сказать, про личность. Другая сторона медали, как раз таки. Про что она, коллеги? Это сторона медали, про то, кому мы идем учиться. Хотим мы того, или не хотим. Сейчас я вам говорю, как, простите, пойдут регалии. Трижды в разных местах сертифицированный бизнес-тренер по разным технологиям, NLP-мастер, а эту квалификацию я получала специально для того, чтобы понимать, как помогать людям, взрослым, обучаться, менять свои стратегии. Для меня NLP-мастер квалификации исключительно лежит в основе моделирования успешных стратегий и качественного их встраивания. Я могу смело сказать о том, что я являюсь квалифицированным специалистом в андрогике, в обучении взрослых людей. И это не просто так, я пошла на эту квалификацию ровно тогда, когда обучала 2 года и поняла, что это не те результаты, за которые я хочу отвечать. Это не те результаты, которые я хотела бы... Они хорошие, классные, но я хочу лучше, я хочу по-другому. Я начала учиться учить других людей. И это очень важно. Коллеги, у нас в коучинге, начиная с уровня ACC, с первого квалификационного уровня, их всего три. Их всего-то три. Это система физика и математика, да, ассоциированный сертифицированный коуч, профессиональный сертифицированный, сертифицированный коуч, мастер сертифицированный коуч. Всего три уровня, с огромным разрывом, с минимальным количеством характеристик, которые растождествляют эти уровни между собой. Эта система, да, но двигаться в ней можно так хаотично. И достигайте, получайте. Вариантов такое количество множеств. Ну, это знаете, в этой серии, представьте себе, что я пришла в хирургию, в кардиохирургию, причем, давайте так, я говорю, слушайте, послушайте, а, я талантлива, б, я три года наблюдала за тем, как, не знаю, мой знакомый делал операции на сердце, и полтора года за тех трех я подавала ему скальпель. Вы поэтому, собственно, давайте-ка я сдам экзамен, и вы посмотрите, что я могу быть кардиохирургом. И говорит, ну, давайте, вот тебе человек, вот тебе сердце, прошу, нужно сделать шунтирование. И я такая стала, сделала, говорю, не вышло. Они говорят, ну, в этот раз не вышло, приходи в следующий раз. Я сейчас очень нутрирована, очень нутрирована, но это то, почему система обладает качествами, свойствами хаотичной системы. Так вот, личность, то, куда мы идем учиться, коллеги, на мой взгляд, очень важно, потому что хотим мы или не хотим мы, но мы собираем для себя ролевую модель, мы проникаемся ролевой моделью тех, кто нас учит. И самое интересное, здесь другое, опять же говорю, это я вам говорю в данном случае, как и на пимастер. То, что мы видим на поверхности, то, что транслируется, то, что говорится, как об этом говорится, это одна история. Все то, что за кадром, это другая история. И хотим мы того, и не хотим. Я не говорю про то, что она сейчас плохая, важно, коллеги, это не про плохое, это про то, что все то, что за кадром этого человека, оно транслируется через то, что он говорит, через то, как он это говорит, через то, что он в это вкладывает. Хотим мы того или не хотим, мы пропитываемся свойствами и качественными характеристиками нашей ролевой модели. Хотим мы того или не хотим. человек, человек, это целостная личность, как бы он ни разделял свои роли. Он транслирует, он дает все то, что у него есть по отношению к людям. Его стратегии, его отношения, его внутренние истинные намерения. Поэтому чем больше вы будете знать этого человека, чем больше вы будете ну как минимум чувствовать свой отклик по отношению к нему, тем с большей вероятностью вы сможете качественно взвесить. Я, например, человек, который очень-очень долго жила из ума. Вот отсюда исключительно голова чувствовала, у меня были наглухо закрыты, забиты деревянными досочками, табличка стояла еще не влезай, убьет. Я училась чувствовать. Я через коучинг пришла в очень много. И я вам скажу, что до сих пор у меня бывают истории, когда голова говорит «да», а сердце говорит «нет». И вот тогда я сажусь и начинаю разбираться с этим вопросом. Потому что лишь тогда, когда и голова, и сердце однозначно говорят «да», я понимаю, что здесь нечего думать. Тогда я часто очень даже этап анализа пускаю где-то в стороне откладываю. Но я это позволяю делать себе сейчас, на этапе, когда я 7 лет в профессии. Ну истерия, ну такой отклик хороший, надо идти, потом разберемся, что там. Такой отклик точно надо брать. Интуиция подсказывает, сердце говорит «да». Но в начале пути это категорическая ошибка, может быть, коллеги. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, когда вы смотрите… я все-таки максимально за личное общение, насколько это возможно, как минимум онлайн. Я имею в виду, когда это… Ну что сейчас, если сейчас будет, когда у вас есть возможность посмотреть на человека, почувствовать человека, поговорить с ним. Никогда это… Да даже когда это демонстративно-показательное выступление, все равно отклик не чувствуем. Я здесь вообще молчу про отдельную позицию квалификации. Учить взрослых людей нужно уметь. Там есть специфика, там есть… Вот видите, для нас процесс обучения будет легким, приятным, поверхностным, сложным, качественным, глубоким. Он может быть каким угодно. Но процесс обучения взрослых людей начинает от того, как оформлены рабочие материалы, заканчивая тем, как часто меняются активности. Это в онлайне или в уфлайне. Учить взрослых людей тоже нужно уметь. Смотрите на тех, кого мы, кому вы идете. Будьте и здесь для того, чтобы добиться успеха, коллеги. Очень важно к этому моменту подойти взвешенно. Каждый из нас найдет свое. Не всегда уровень квалификации должен быть каким-то высоким, заоблачным. Порой его вообще, казалось бы, нет. Но человек настолько вам откликается, что точно нужно брать. А может быть наоборот. Для вас настолько важны регалии и какие-то квалификационные показатели, что какая разница, что человек, вы на него смотрите, и вам плохо становится. Но зато там квалификационные говорили, но если для вас это сейчас важны, ну окей, тоже. Я говорю лишь про ответственность. Но не забывайте, пожалуйста, хотим мы или не хотим. Личность, с которой мы взаимодействуем, оказывает огромное влияние на нас. Вот почему после обучений мы очень часто замечаем себя или кто-то нас замечает. Мы звучим так, как те ролевые модели, которые нам нравятся, которые нам отвлекаются. У нас мимика или микромимика такой становится. У нас жесты появляются, похожие, подобного характера. И это происходит до тех пор, пока мы не отстраиваемся в личную историю, пока мы не становимся, пока у нас не вырабатывается личный персональный стиль. Хотя все, но по большому счету, сборная мозаика, в каждом из нас есть капля от кого-то и от чего-то. Это нормальный, естественный процесс. Просто спросите себя, хотите ли вы быть человеком с похожей историей? Мы никогда не знаем всей правды людям. По одной простой причине. Чтобы узнать всю правду, нужно встать в тапке этого человека, пройти его путь. Мы понятия не имеем, что там было. Мы понятия не имеем, почему принимались эти решения и как. Но прислушайтесь к себе, когда вы выбираете человека, потому что он окажет на вас очень большое влияние на большой период вашей жизни. И это второй пункт, который важен. Кто есть мы? Нужно честно себе ответить на этот вопрос. Умеем ли мы самоорганизовываться? Готовы ли мы продвигать себя и свою услугу? Умеем ли мы коммуницировать с людьми настолько хорошо вне оказания услуги, чтобы эти люди к нам шли, приводили к нам других людей, чтобы мы были востребованы специалистами? И это о себе. Готовы ли мы учиться этим вещам? И сколько времени это еще займет, и готовы ли мы к таким инвестициям? И тот, кому мы идем учиться, что он из себя представляет как человек? Он сам это создал, или он транслирует то, что для него близко по-настоящему? Он делает это конкурентно, или у нас возникают вопросы? Он на сейчас в стадии такой или в стадии такой? Он уже это прошел, мне это важно, или мне это абсолютно не важно, мне человек откликается полностью? Подумайте об этом. Вы идете в глубокие партнерские отношения, которые могут не просто быть эффектом бабочки, а каждое соприкосновение с этим человеком будет для вас эффектом бабочки. Подумайте, готовы ли к такому количеству возможностей вариативных сценариев коленей? И это про личность. Что думаете здесь, уважаемые? Мы пока прямо остаемся в графике, все знают, что мне это самое слабое мое место быть четко в тайминге. Я человек, который о своем любимом деле может очень много разговаривать. Поэтому я вижу ваши все комментарии, простите, напрямую к ним не отсылалась прямо в моменте, но все вижу, Ирина, Галь, очень благодарна за то, что все-таки пишешь. Надеюсь, что ты уже доехала и за руля вышла. Как повезло с тренером. Коллеги, я думаю, знаете, это великое благо, которое дает коучинг, он позволяет нам пройти позицию рефрейминга и переосмыслить очень многие вещи, очень-очень многие позиции позволяют нам переосмыслить для себя. Найти благодарность там, где было сложно, найти позитивные моменты там, где было трудно и борно. Быть не просто по-настоящему благодарными, а по-настоящему обучаться на любом своем опыте. Вопрос лишь в том, чтобы нам хватило силы и духа этот опыт получить, не свернуть с полдороги. Потому что, знаете, это как, если говорить про метафору, пусть она сейчас будет болезненная, но, на мой взгляд, путь становления профессионалом в коучинге порой, вы знаете, многие говорят, что это про высоту, это как подняться на вершин, это быть маяком, это быть светом, прожектором, увидеть, да, только маяки строят на возвышенностях, а путь на высоту очень часто усеян теми, кто не дошел. Просто не всегда это видно, не всегда об этом говорят. Понимаете? Коллеги, коучинг как профессия непаханная целина, я здесь буду утверждать. Те вещи, о которых я говорила, возможно, знаете, пятничным утром ввели вас в некое, я надеюсь, что все-таки не ввели, чтобы это не было такой, знаете, трагичной какой-то истории. Нет, но это действительно профессия. Ни одна профессия не обретается за два месяца или за полгода. Ни в одной профессии, ни в одном деле, невозможно стать мастером за год или за два. Это годы, это усилия, это приверженность, это любовь к людям, к тому, чем занимаешься, к тому, что ты делаешь. Это тренировки. Посмотрите, почему-то у меня сейчас прям, знаете, в голове вот возникла метафора с гимнастом. Посмотрите на них. С маленького-маленького ребенка годы, каждый день тренировки многочасовые, сила воли, сила духа, сила характера. Их век в профессии короток, дальше они становятся тренерами для других. Но если не будет каждодневных усилий в эту сторону, не будет и мастерства, мы говорим, что коучинг это про чемпионов, не будет и медалей, не будет этих чемпионов. Среди нас немногие становятся чемпионами, лишь потому, что мы не можем, не всегда, точнее, мы рассчитываем правильно этот путь. Но система, несмотря на то, что она обладает свойствами хаотической, на сейчас, это есть целина. Почему? Именно потому, что у нее есть свойства хаотической системы. Огромное количество возможностей в поле этой системы существует. Сделать ее системой с меньшим количеством и спектром хаотических свойств в наших с вами силах. Например, посмотрите на российский рынок коучинга. Коучинг в образовании там внедрен, широко используется, применяется, в школах уже во все идет, в вузах во все преподается. Посмотрите в Украине на коучинг в образовании целина. Только-только начинаются разговоры, только-только какие-то первые мастер-классы, только-только первый год СССР Украина проводила несколько мероприятий, нацеленные на подростковство. То есть только-только начинают об этом говорить, условно, можно сказать, слышен звон. Это целина. Но, коллеги, чтобы поднять целину, это не про то, что, знаете, как-то, ну че, я пришла, давайте. Нет. Вспомните советские времена, вспомните, как люди поднимали целину. Должен найтись лидер отряда, должен найтись тот, кто соберет других людей, должен найтись тот, кто будет этих людей собирать по деревням, городам, селам, столицам. Идея, которая объединяет, она есть. Должны найтись те, кто будут говорить об этом, становиться на этот помост и рассказывать людям о том, что это для чего, почему важно. Будут противники, будут те, кто будут поддерживать. Должны быть те, кто возьмут эти лопаты, кирки, плуги и пойдут вспахивать эту целину. сеять, поддерживать, обрабатывать, и тогда взойдут всходы. И тогда пустыня и целина станут плодоносящей почвой, землей, которая будет приносить результаты, землей, которая будет вскармливать, взращивать сотни и тысячи других людей, осознанных поколений. Но, коллеги, это целина. Это не нива, колосящаяся, которая говорит, приди и собери плоды. Это целина. И здесь места хватит всем. Медицинский коучинг, фармацевтический, очень прибыльная, очень востребованная сфера. В Украине целина. И таких отраслей я могу вам перечислить огромное количество, множество. Не надо путать сокровищницу, как часто говорят о коучинге. Это действительно так. И только что к сокровищнице дойти. Коллеги, нам очень часто не говорят одну с вами фразу. нам ее с вами создать нужно. Сокровища будут. Только целину вспахивать нам с вами, понимаете? И те из нас, кто готов эту целину вспахивать, те сокровища и получат. Кто-то уже в свою целину вспахал и кто-то уже получает эти сокровища. Этот путь усеян зернами. Но их нужно собрать, порой найти. Найти ту землю, где конкретно это зерно лучше всего взойдет. И ту землю, где мы с вами хотим жить, как целостные личности. Дойти туда, там вспахать эту целину, бережно посеять это зерно. А пока будем идти, его еще важно сохранить. это зерно. Веры, надежды, намерения, понимания. Желательно по дороге найти тех, кто с тобой разделит эту идею. Ведь вместе-то веселее всегда, правда и надежнее. Но же все люди заболеть, можно в конце концов погрусти. Что-то в семье поменялось, жизнь случилась, нужен период передышки. И потом, когда-то, спустя какое-то время, мы можем увидеть, как будет не просто колоситься это ниво, как по ней будут бегать условно маленькие начинающие коучи и радоваться, и говорить, как здесь здорово, и спасибо вам. И мы можем тогда чувствовать и свою сопричастность, и свой вклад, и видеть, как наше видение когда-то реализовалось и стало всего лишь действующим контекстом на сейчас. Но это усилие, коллеги. Это наш персональный вклад каждого из нас. И его есть куда вкладывать. И это очень нужно современному времени и современным людям. Но без нас этого не случится. Вам огромное спасибо за сегодняшнее уделенное время. Я надеюсь, что было оно для вас полезным, как минимум, вкладом, а быть может, инвестицией. Но если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Ну и вообще готова в дискуссию пойти. Руслан, у нас есть такая возможность? Я в час тридцать вписалась, смотри, я молодец. В обещанное время. Я думаю, что сейчас меня видно, слышно? Да, слышно и видно. Сейчас участники могут задать вопросы. Очень такая интересная атмосфера была. Вспоминала тоже весь свой опыт. Спасибо тебе, что ты поделилась. своим опытом этой темы действительно очень важные вопросы, с которыми каждый полностью сталкивается. Я предлагаю задать вопросы, возможно, у кого-то они есть, потому что тема такая живая-живая. Знаете, я прошу прощения, но мне правда, я себя чувствую тем человеком, который, знаешь, построил маленький домик, выходит, а там колосится нива. И на этой ниве я знаю, там домик вот этого человека, там домик этого человека. И я видела, как эти домики строились. С некоторыми мы шли вместе по этому пути. Я тот человек, который в коучинге прошел как раз таки этап от того, когда видение стало контекстом. То, о чем когда-то я мечтала, вот оно уже есть. И я мечтаю дальше, я вижу дальше. Поэтому я точно знаю, что эти вещи, они случаются и у тех, кто только выбирает путь, могут случиться, и у тех, кто уже на этом пути, когда хочется махнуть на все и сказать... Ну, это профессия. В профессии мастерство, оно требует усилий, внимания, ресурсов. Но и это действительно непаханное поле, непаханное ниво, действительно целинное. Тут каждый себя может найти абсолютно такое количество возможностей. Просто невероятно. это действительно то, о чем не говорят в начале обучения. Не говорят, потому что не спрашивают, может быть. И я тоже чуть позже тебя начала обучаться, и я подтверждаю твои слова, что точно так же ответственность перекладывалась на других, а почему мне не сказали, а почему я об этом не знала. И с опытом уже начинаешь понимать, что да вот же все открыто было. Все открыто, все в нашей ответственности. И очень много таких моментов, действительно, очень правильных, о которых ты сказала. Об этом кто-то не говорит, кто-то не спрашивает, кто-то не знает вообще, что об этом нужно знать. Но я считаю, что я тебе очень благодарна, что ты запомнила эту тему, потому что об этом действительно надо говорить. Заранее надо говорить. И тоже поддерживаю этот момент, что коучинг когда спрашивают, когда меня спрашивают, можно ли заработать в том числе. Можно. Но это точно так же нужно работать, как и в любых других сферах. Как и в любом другом деле, конечно. Можно ли продвинуться, можно ли хорошо зарабатывать? Можно. Но точно так же нужно работать. И мне очень понравилась твоя фраза, прям записала, как будто бы продавать себя, как будто бы заниматься проституцией. Я правда это слышала в последнее время так часто. Я говорю, да, ребят, ну вы чего? Ну вот люди прям, да, прям правда. Наверное, и не скажешь. И многие коучи действительно тоже приходят сюда поработать с собой и часто не задают себе вопрос и не осознают, что приходят сюда поработать с собой, а не зарабатывать деньги. Или же наоборот, не всегда отдают себе отчет в этом. Я правда очень благодарна тебе за то, что ты затронула эту тему. Я тоже хочу, чтобы каждый коуч, который приходит в профессию, задавал себе эти вопросы. И вот сейчас каждый, кто для себя делает выбор, имеет возможность посмотреть, опять же, посмотреть школы, посмотреть спикеров, посмотреть тренеров, у которых вы планируете учиться, и задать себе вопросы, чего я хочу? Я хочу изменений или я хочу новую профессию? Или я хочу и то, и другое? И что я для этого готов делать? Ну, благодарности много в чате, я к ним присоединяюсь. Спасибо огромное, коллеги. Но это правда момент такой, знаете, опять же, если возвращаясь к тому, что и рынок схлопывается, и все остальное, как-то дела становятся вести все тяжелее. И кто бы об этом знал? Но это как раз таки про то, что для меня, например, очень важна правда конверсия. Для меня сейчас я говорю о себе как о провайдере обучения, как о представителе одной из школ. И очень хочется, чтобы люди, которые уже выбрали этот путь, которые уже на него стали, чтобы они очень отчетливо для себя понимали, для чего им это, к чему им быть готовым, почему? Потому что это то, что обеспечивает максимальную вероятность. Помните, я говорила, вариативность, она широка. Взмах бабочки всегда может случиться. Когда муж перестал зарабатывать и спонсировать, это прекрасное дело, все, я больше не хочу учиться, не произошло всего того, что я ожидала, до свидания. Я условно, конечно, утрирована, но это действительно имеет место быть. Поэтому, когда мы заходим в обучение, понимать, чего я хочу на самом деле, для чего мне это нужно, если мы говорим про обучение или про продолжение пути, про повышение квалификации. И тогда понимать, если это так, вот чего я хочу, так зачем мне тогда условно пакет вот такой, когда можно взять пакет вот такой, он мне плюс удивляет, и вообще, надо ли мне пакеты обучения, так может мне лучше к коучу просто пойти и спросить, кто мне в этом вопросе хорошо поможет действительно и конкретно и четко решать свою задачу. Мы же не ходим к эндокринологу, чтобы научиться себя самостоятельно и скопировать, правда? Ну, здесь то же самое, коллеги, мы очень много находимся в людях относительно коучинга, поэтому я очень признательна вам за время, за внимание, как-то, правда, я в какой-то момент такой атмосферность тоже почувствовала, может, это мои, конечно, иллюзии, но с вами было очень приятно, я правда надеюсь, что для вас неделя коучинга будет продвигающим очень мероприятием, приятно было оказаться дома, снова, попасть за семейный большой стол, коллеги, если у вас есть вопросы, я скажу не за себя, я скажу за всех, слушайте, неделя коучинга нас продвигает, нас будет еще более, поэтому, если вам важно с кем-то пообщаться, просто постучитесь, знаете, как стучите и вам откроют всегда, во-первых, во-вторых, пользуйтесь возможностью, огромное количество прекрасных специалистов сейчас делают абсолютно бесплатно для вас возможность пообщаться, проработать, познакомиться, побыть, поговорить, пользуйтесь ей и не прикладывайте ответственность на то, что вам кто-то что-то должен, мир, например, как это делала я в свое время, почему не дали? Возможности есть всегда, просто возьмите их, очень спасибо всем вам, коллеги, очень спасибо. Руслана, очень спасибо тебе, очень спасибо ACF European Chapter за такую чудовую году, мне было очень приятно, на жаль, в этом месяце я очень-очень минимально могу быть, но от широкого сердца до вас, коллеги, нехай счастливы профессии и нехай наши новости колосяться в нашем профессионном поле. тоже дякую вам. Руслан, тебе огромное спасибо за помощь. спасибо, спасибо, коллеги. И если, возможно ли разместить вебинар на нашем канале YouTube, на нашем сайте? Безусловно. Я еще у тебя на страницах перепостил. Коллеги, действительно, в течение ближайшей недели запись этого вебинара будет размещена на сайте ICF Ukraine на нашем YouTube-канале. Те, кто не смог поучаствовать, все, кто посмотрели его неполностью, очень рекомендую посмотреть полностью. Очень много полезной информации. Спасибо всем. И ждем вас завтра на очередном вебинаре в 10.00. Вебинар будет проводить Юлия Медведева. Юлия Медведева. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дякую. Дякую вам, середакую.